Сегодня ночь Мелитополя напоминала ночь 24 февраля, когда расшисты напали на Украину и начали оккупацию Мелитополя. Уже говорил не раз о том, что для того чтобы прикрыться с живым щитом расшисты на территории города Мелитополя разместили 4 воинских базы. Но сегодня наши вооруженные силы Украины сделали неспособной функционировать одну из них. В 3 часа ночи и в 5 утра более 30 выстрелов исключительно по воинской базе. Сегодня расшисты пытаются решить этот вопрос, вывести какую-то уцелевшую технику, но ничего не уцелело. Сейчас расшисты пытаются сделать провокации о том, что были обстрелы мирных микрорайонов, жилых микрорайонов. Ничего этого не было и ничего этого нет. Понимаем, что сегодня, как и на протяжении последних двух недель, будет большой поток желающих на эвакуацию и мы сейчас, наша задача помочь разместиться тем людям, которые хотят выехать на территорию города Запорожье. Сейчас весь город Мелитополь затянут в дыму и это уже продолжается на протяжении 3-4 часов, потому что горят склады ГСМ, которые размещались также на территории нашей воинской базы авиационной транспортной авиации. Также расшисты хотели прикрыться живым щитом, как мы это говорили уже не раз, и пустить поезд из Мелитополя в Крым, который бы возил жителей города Мелитополя, других временно оккупированной территории, но и это им не удалось, потому что вчера, благодаря силам сопротивления, расшистский бронепоезд, который вез боеприпасы, которые будут, они хотели, чтобы стреляли в наше мирное население, сошел с рельс возле Мелитополя и так лежит там перекинутый. Сейчас расшисты хотят сделать ряд провокаций. Показать о том, что страдает мирное население, показать о том, что разрушается городская инфраструктура, показать о том, что разрушены наши многоэтажные дома. Все эти провокации мы знаем и как работает расшистская пропаганда тоже знаем. Насколько бы сложно не было нашим вооруженным силам Украины, сегодня делается все для того, чтобы вернуть мирную жизнь и украинскую государственность в наш украинский проевропейский город Мелитополь. А от расшистов максимум, что мы готовы принять, это жизнь доброй воли, часть освобождения нашего Мелитополя и бегства оттуда.